Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не люблю такие приколы и не люблю вот эти вот всякие потусторонние вещи, поэтому... Ой, это всё очень плохо. Так, ладно, давайте попробуем. Спим. Хорошо. 58-й год. Школа святого Уильяма. Отлично просто. Какого чёрта? Сон во сне, насколько я понимаю. Прям как в фильме «Начало», да? Ладно, я так понимаю, это как раз-таки наша школа. Отлично. Шум новостенько, да? Я практически уверен. Я практически уверен, что в этом сне нас ничего хорошего-то ждать не может. А как нас ничего не может ждать хорошего в этом помещении? А кто дышит у меня за спиной? Зачем? Эм, не поддаётся. Отлично. Видимо, надо найти другой вход. Да. Насколько я знаю про эту игру, это не стандартный скример-пугалка. Здесь что-то более продуманное. Но скримеров вполне возможно тоже хватит. Поэтому держитесь крепче за подлокотники ваших кресел. Что-то всё помидевает. Дождь, ночь, всё очень печальное. Я не вижу ни одного места, где можно было бы как-то войти, что ли. Может, тут? Это, похоже, футбольное поле было. Это были ворота, нарисованные мило. Окей. Отлично. Зачем нам скреп? А, подожди, мы этой скрепкой. Скорее всего. Сейчас отклупаем дверь. Больше ничего нет? Ладно, побегли. Наш герой довольно быстро выдыхается. Это меня беспокоит. А кто-то постоянно дышит за спиной. Вы знаете, игра, среди прочего, я забыл сказать, создаётся на Unreal Engine. То есть, богатый инструментарий, который позволяет создавать очень красивую картинку. Но здесь я не сказал бы, что она дико красивая, но, по крайней мере, приятная. Временами, понятное дело. Так, хорошо. Как мне это сделать? Очень странно. Ну, ладно, допустим. Хорошо. И мы попадаем внутрь, да? Не очень охота. Снаружи-то жутко. Вы знаете, на самом деле это сны, поэтому логику какую-то искать тут особо и не нужно. Но как мы оказались на полу-то? Если вы ничего не видите толком, то, не удивляйтесь, я тоже ничего не вижу. Я буду маленько осветлять это видео. А потому что ещё и тупо его затемнит. И тут вообще будет чёрный экран просто. Но всё равно, уверяю вас, здесь абсолютно полная кромешная тьма. Мигающие лампы. Отлично. Это наш класс, видимо. Не работает. Ну как? 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 3. Этот урок никогда не закончится. Это... Только заметил. Что? Ой, я чё-то... Я пока ничего не понимаю. Слишком много деталей. 2 карандаша, которые мы взяли. Огромное мусорное ведро. Это пипец. Может нашему герою в детстве оно казалось огромным. Не важно. А это похоже наш дневник. Да? Ну дневник ты не хочешь обращать внимание. Я на пустую порту обратил. Ну и чёрт с этим. Ладно, давайте выходить. Я думаю, там всё будет хорошо. Там прям ничего не предвещает беды. Если так посмотреть... Твою мать. Я даже не знаю, в какую сторону страшнее идти. О-хо-хо! Нет, конечно, не пойду туда. Господи, а чё так жутко-то? Это гнетущая тишина. Она слишком гнетущая, по-моему. Так, пусто. Ну там вроде как ничего особо не видать. Может мы включим свет, и всё будет как надо. Ну, давай. Так, хорошо, допустим. О, жуть-то какая-то пипец. Не знаю, я реально теряю хватку. А когда я не играю в реально... В реальное... У меня сегодня слово поразит. Реально. Короче говоря, когда я не играю где-то месяц в действительно жуткие игры, я начинаю настолько бояться, что мне что-то вперёд даже просто дупо стрёмно идти. Да, у денег такого не было. А, ладно, хорошо. Здесь у нас ещё один карандаш. А зачем мне карандаши вообще? Подожди ты. Это карандаш я что-то даже взять особо не могу. Из-за этого стула. Ну ладно, может мне его брать не нужно. Ещё я не пойму. Тихо, 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 тихо. Какого хрена? А, смотри, контрл прыжок. Странное направление. А приседать, возможно, на пробел тогда. Так, давайте мы... А нет, мы не можем посмотреть меню. Ладно, давайте просто уходить отсюда. Что-то у меня здесь как-то... Слушай, а если так, то вполне возможно я смогу перепрыгнуть этот завал. К счастью, нет. Чем меньше путей, куда можно пойти, тем лучше. А я не хочу туда выдвигаться, это же пипец какой-то. Люди. Люди. План получить ключ, открыть дверь, дёрнуть там рычаг. Окей, это подсказка или как? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я ничего не вижу. Чё там было? Твою мать. дрожь просто реально не передергивать я не хочу вперед идти другого хрена мне бы какой-нибудь фонарик хоть я не знаю я ничего не вижу ничего не вижу ого спортзал какого хрена происходит я не понимаю и вот вопрос господа не слишком ли это жутко для закаленного хоррорами блэка по моему слишком ничего казалось бы не происходит но я понимаю что этот не один это же слышно это просто реально слышно здесь у нас какой то что это это вообще нормально что тут так темно то есть настолько темно что-то мне подсказывает что нет вполне возможно но вроде пока нас пока больно то никто не пытается съесть да поэтому давайте-ка мы ежик в тумане вот число если вдруг вы что-то увидите я вам очень сильно высветлю эту картинку потому что у меня здесь реально темень то есть я тупо вижу этот коридора по краям экрана у меня абсолютно кромешная черная тьма что-то было написано так блин тут так быстрее не увидишь но стрелочку указывает видим этого написан спортзал что ли хорошо мне нужно найти хоть что-то какую-то зацепку я думал что там не знаю это просто огромное огромное и по-прежнему не могу ничего сделать с этим хорошо куда мы идем батарейки батарейки есть значит скоро найдем фонарик да допустим что это было за звук давайте порыскаем по партам раз такое дело ну чё-то как-то пока ничего особо это не вижу так ну ты бы закрылась я посмотрел что там пониже но чё-то не знаю этот карандаш он скорее всего не нужен ладно я маленько подуспокоился все хорошо все идет по плану а вот смотри подожди он же был закрыт он только что открылся так что не ругайте меня он закрыт и не открывался хорошо теперь теперь я могу светить и мы сможем пойти уже нормально спортзал да батарейки лучше я так понимаю экономить сюда мы по-прежнему не можем пройти хорошо ладно в этой комнате никаких больше деталей нет которые могли бы нам помочь интересно как посмотреть сколько у меня батареечек осталось на фонарик кстати говоря тупо светят по прямой то есть вверх-вниз ого ухо это все время тут был отлично ох это тишина она же просто свой целое что мне это дало здесь я как-то чего-то особо хорошего не вижу ладно может быть там что-то есть таня вот эти вот временами звуки они просто конечно подожди может быть это включится теперь то вижу же что-то судя по всему нет хорошо мы что-то включили видимо это эти коридорчики есть кто нет что это у хрена здесь чего-то не хватает как будто блин фонарик ты не мог бы посвятить как-нибудь поудобнее отлично чушь так темнота дверь не поддается так такое ощущение что туда что-то на стенку надо поставить сюда мы не попадаем лишь бы жить батареи человечек какой-то хорошо остальные не открываются но и слава богу осталось еще одно место где может быть что-то полезно для на местной системы освещения такая же пипец меня пугает не меньше чем все остальное в этой игре к резко появляется из воздуха откройте дверь что что не открываешь отлично здесь у нас лампочка тоже как-то не особо горит я смотрю вот после такого долгого ожидания когда что-то произойдет вот реально просто накидаешь столько кирпичей я ненавижу такие игры которые нагнетают по полчаса потом там реально кондратья может хватить блин тем более тут так темно что ничего не вижу я я просто реально хожу как этот фонарик не сильно помогает я не хочу идти на кофе и дверь приоткрыты на это же круто мать поддается я тут не один кто-то идет кто-то где-то рядом я ни хрена не вижу открой дверь мать твою я же слышал кто-то где-то ходит он там да открой же дверь и что ж такое это что еще за хрень но по-моему с можно дверь закрыть тихо 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 я не могу мне уже реально страшно иди запрет Зачем я подобрал эту хрень? Зачем? Отлично. Еще одна мигающая лампа. Опять же, ни хрена не видно. И что я тут забыл вообще? Класс 11А. Да, данные на студентов. Джонстон Бейкер. Студент. Что-то как-то... Что-то как-то я не сказал бы, чтобы это в данных обстоятельствах полезная информация. Хрен его знает. Допрыгаешь, и ты, мать твою, за ногу. Там появился женский туалет? А он был там вообще? Подожди, я тут был? Я же вроде как сделал полукруг, но... Ну, я не могу обойти, понятно. Ладно, давайте попробуем с той стороны тогда. Боже, хрен, там происходит-то. Оу, тихо. Это приятная игра такая, да? Бодрит. Не знаю, на самом деле у меня уже начинает сдавать нервы, поэтому я, наверное, скоро прекращу. В наушниках ночью в такое, но вы его нафиг. Это, блин, это реально слишком... У меня уже минут пять, как я просто пузо втянул, свое огромное пузо. На самом деле у меня пузо никакого нет, когда я так говорю, люди в комментариях там, Ааа, да у меня поза! Да нет, конечно, никакого пуза. Я просто живот напрягаю, дыхание задерживаю. Если сейчас что-то произойдет, это реально, это не надо такого. Нет. Тут я был? У меня уже голова вообще не варит. Да, был. А вот это вот я брал? Хорошо. Так, ладно. Сейчас нам нужно попытаться как-то... Ладно, мне показалось, что там кто-то ходил. Вот! Что это за хрень? А, это мне нужно поставить эту штучку сюда. Зачем? Чтобы я мог на ней как-то перелезть, что ли? Я не совсем понимаю. Ааа! С ее помощью я смогу поднять эти ящики. Так-то я перепрыгнуть не мог. Понял. Так, а может это как сохранение работает штучка? Черт ее знает, никаких действий не появляется. Ну, допустим. Что я делаю? Ну, по идее, если так по логике подумать, то мне этой хренью нужно... Так. Ну, допустим. Что это нам вообще дает? Ааа! Подожди. Они хотят сказать... Я понял эту логику. Это, конечно, очень странно. Могли бы как-то более наглядно это сделать. Мы вытаскиваем оттуда заграждения и типа перетаскиваем их сюда. Хорошо. Я это мог сделать руками. Честное слово. Ладно. Так. Теперь мы положим это туда. Почему именно туда? Да окей. Хорошо. Грузчиком еще в своих снах не работали. Видимо, наш герой... Когда-то хотел... Быть грузчиком. Теперь подсознание выкидывает такие фокусы с ним. Так. Этот ящик тоже нужно, может, переступить не сможем. Вот оно. Подсознание-то. Такие. Это что, за хрень была? Так, ладно. Допустим, у нас есть лестница наверх. И у нас есть... Многозначительно так заглянул, что пипец просто. Охренеть. Второй этаж, мы пока не пойдем, мы пойдем в туалет. Вы же знаете, как я обожаю туалеты в хоррорах. Так, я уже знаю, что в мужской я не пойду. Ну что-то есть подозр... Тихо. Есть подозрение, что общий в эту сторону был идти большущей ошибкой. Кровищей кругом. Ладно, хрен с вами. Туда сдается мне, я тоже особо не пройду, да? Видите, пожар был, что ли? Смотри, опять повешенный человечек. Еще одна заколоченная дверь. Просто супер. Здесь огромное количество мест, куда можно пойти. Мне что, опять тележку надо тащить, чтобы вот это все передвигать. Так, ладно, ребзя, все будет хорошо. Тихо. Че это было? Зачем я сюда ходил вообще? Я бы сказал, что за этой трубой, но наш герой, к сожалению, не хочет ее взять. Ладно, черт с ним. Просто... Просто пойдем наверх. На втором, так же, как я посмотрю, вообще все плохо. А, смотри, кстати говоря. Сюда мы, судя по всему, не двинем, потому что тут пламя. Везет нам сегодня. Везет. Так, ну есть ощущение, что все-таки нужно что-то делать здесь. Но давайте, наверное, мы на этом прервемся. И в следующей серии уже двинем вперед и посмотрим, что здесь реально. Как пройти это место. А пока что могу сказать, что очень кустарная игра. То есть, реально, она очень кривая. Но при этом находиться в ней довольно жидковато. И это, по-моему, главное качество. На пару серий хватит. То есть, попугаться маленько, вот, подкладывать кирпичики. Потому что, согласитесь, были моменты, когда реально было до Одури страшно. Либо я просто отвлек от всего этого дела. Но на большее она, как бы, не катит. Достаточно простой такой уровень. Но, тем не менее, посмотреть, поиграть, маленько прозвлекаться. Самое оно. Так что, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok